В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. В Доме правительства Московской области появились первые фундаменты. Если будет подтвержденный спрос, массовый спрос он будет во времени гарантирован, значит российские предприятия будут способны тоже вытянуть значительные объемы, измеряемые тысячами фундаментами в месяц. Воспитанники танцевально-спортивного клуба «Звездный вальс» стали обладателями титула чемпионов России по формейшн. В этом году мы уже представляли три ансамбля и в категории дети у нас ребята стали вторыми. В Видновской детской школе искусств завершился первый этап всероссийского открытого конкурса юных органистов. Мы просто безумно рады приветствовать у себя в очном формате вот такой детский музыкальный праздник, посвященный органной музыке. С 2019 года в Подмосковье реализуется программа раздельного сбора отходов. Ее органичным продолжением стал проект по роботизированному сбору чистого вторичного сырья. В Доме правительства Московской области появились первые фундаменты, с помощью которых осуществляется прием пластиковых бутылок и железных банок. Этот относительно небольшой аппарат способен решить большие проблемы. Скоро подобные фундаменты появятся в общественных местах Московской области. А в средствах массовой информации начнется реклама этого экологичного способа сбора использованных емкостей. Принцип работы аппарата прост. бутылки и банки по одной помещаются в специальное окно. На электронном табло высвечивается количество принятой тары. Встроенные датчики по штрих-коду определяют материал. С конвейерной ленты пластик попадает налево, алюминий направо. Скоро появится и закон, регламентирующий вознаграждение за сданные банки и бутылки. Первый аппарат установили в Доме правительства Подмосковья. Его работоспособность проверил губернатор Московской области Андрей Воробьев. До конца года в регионе будет действовать порядка 900 фундаментов. Также фундаменты появятся в парках и школах. Аппараты произведены в России. В линейке есть еще 9 модификаций, каждая из которых спроектирована для конкретной сферы применения. Пока выпускается не больше 500 штук в месяц. Китайцы научились производить в месяц 5000 фундаментов на одном предприятии. Наши российские предприятия, в том числе входящие в оборонный промышленный комплекс, ничем не уступают по своим возможностям. Поэтому если будет подтвержденный спрос, массовый спрос, и он будет во времени гарантирован, значит российские предприятия будут способны тоже выйти на значительные объемы, измеряемые тысячами фундаматов в месяц. Создатели сети фундаментов полностью уверены в успехе, потому что уже есть подтверждение, что это работает. Пилотный проект по сбору пластиковых бутылок и алюминиевых банок был запущен в Казани и показал отличные результаты. В Татарстане установлены фундаменты в школах, отдельные, причем младшеклассники принесли до 5-6 тысяч бутылок. То есть, вот, представляете, сколько мусора было убрано ребенком с территории, пока он шел в школу. Мировой опыт доказывает, с помощью фундаментов во вторичный оборот можно вернуть до 96% пластиковой, стеклянной и алюминиевой тары. После апробации проекта в Подмосковье он будет масштабирован на всю страну. Максим Козлов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Весна – горячая пора для граждан, которые подают декларации о доходах в налоговую инспекцию. Как проходит кампания и какие изменения появились в этом году, расскажет Дмитрий Книга. В России проходит декларационная кампания. Предоставить сведения о доходах за 2020 год в налоговую инспекцию гражданам необходимо до 30 апреля. Сделать это можно либо по месту своего учета, либо в Центре госуслуг «Мои документы». Заполнить декларацию также можно онлайн в личном кабинете налогоплательщика. С 2020 года поменялась налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц. Теперь в ней существует лист, раздел, в котором налогоплательщики сразу заполняют его и там заполняют реквизиты сразу на перечисление сумм. Это касается деклараций, которые подаются к налоговым вычетам. Потому что таких деклараций, конечно, намного больше, чем декларации к уплате. Отчитаться о доходах нужно тем, кто в течение отчетного периода продал недвижимость, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею, сдал имущество в аренду. Подать декларацию также должны индивидуальные предприниматели, адвокаты и нотариусы, занимающиеся частной практикой. Также напоминаем, что изменились реквизиты по уплате налогов и изменен кодок ТМО на Ленинский городской округ 46707000. За нарушение сроков подачи декларации, а также неуплаты НДФЛ до 15 июля налогоплательщикам могут привлечь к ответственности в виде штрафа и пени. Сейчас налоговую инспекцию номер 14, которая обслуживает Ленинский городской округ, жители посещают довольно активно. В вторник-четверг мы работаем до 8 часов и практически всегда бывают люди. Каждый год, Ленинский район очень динамично застраивающий район, каждый год количество деклараций от 30 до 50 процентов увеличивается. Но в основном сейчас, конечно, в основном люди подают этой декларации к вычету. Налогоплательщики приходят в инспекцию не только по вопросам подачи декларации о доходах. Другие услуги также продолжают оказываться в полном объеме. Стоит отметить, что срок подачи декларации о доходах не распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить документ можно в любое время в течение года. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Сегодня они могут без опаски ходить по магазинам, встречаться с родными и друзьями, посещать выставки и музеи. Члены Совета ветеранов Ленинского городского округа в числе первых сделали прививки против коронавирусной инфекции, тем самым став для всех остальных, в том числе молодых людей, примером. Давно здесь не было слышно шума голосов. Целый год помещение Совета ветеранов Ленинского городского округа пустовало. Причиной тому стала пандемия. Но сегодня здесь собрались те, кто смело может завить. Я защищен от коронавируса. Пока таких немного, но каждый пришел к решению сделать прививку осознанно и добровольно. Зинаида Быкова вспоминает прошедший год как один из самых тяжелых в жизни. Наши друзья, родственники, соседи болели, какие были последствия. Очень многие умерли. Это все психологически давило, появилось чувство страха. И оно, в общем-то, не давало совершенно свободно жить. Решение пойти на вакцинацию было уверенным. После прививки ощущалась небольшая слабость. И только. Еще легче процедуру перенесла Любовь Платонова. Правда, пока она прошла только первый этап. Вакцинацию перенесла легко, за исключением того, что у меня немножко понизилась температура. Но это, так сказать, сказали, что это естественно. Это единственный, я считаю, такой благоразумный и правильный выход из ситуации. Валерий Цапковский рассказал, что ухаживает за пожилой мамой. Он ее единственный помощник. Поэтому болеть ему никак нельзя. Я для себя решил, что я буду в числе первых, кто поставит такую прививку. Это добровольное решение, абсолютно добровольное решение. И оно основано на том, что у меня так сложились семейные обстоятельства, что без этой прививки я даже не представлял свою дальнейшую жизнь. Теперь каждый из них может строить планы и воплощать их в жизнь. Активная жизненная позиция наших ветеранов тоже всегда была примером для молодых. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Воспитанники Видновского танцевально-спортивного клуба «Звездный вальс» стали чемпионами России по направлению «Формейшн» в категории юниоры. Кроме того, детская команда завоевала серебро в своей возрастной группе, а взрослые танцоры заняли четвертое место. Соревнования среди ансамбли или «Формейшн» – это всегда уникальное зрелище, синхронность и одинаковые костюмы. Первенство России по танцевальному спорту в этом году проходило 23 марта во дворце гимнастики Ирины Виннер-Усмановой в Лужниках. Клуб «Звездный вальс» из Ленинского городского округа стал единственным представителем Москвы и Московской области. В этом году мы уже представляли три ансамбля и в категории дети у нас ребята стали вторыми. Мы, конечно, очень переживали, хотели выиграть, но у нас были очень достойные соперники. Но в Виннер-Усманове у нас получилось стать первыми. Это было официальное первенство России. Ребята заработали достаточно высокие спортивные разряды. Для них, конечно, для нас всех это большая, ну, не скажем, что неожиданность, потому что мы, конечно, очень много работали, но для нас, конечно, это большое, очень большое счастье. Десятилетний Иван Кондратов вернулся с чемпионата с первым юношеским разрядом. Воспитанник «Звездного вальса» уверен, что вся его жизнь будет связана с танцами. У меня столько было эмоций, радость, всякое такое. У меня прям... В программе «Формейшн» танцоры клуба выступают уже три года. Для нас, наверное, самое главное, конечно, это система. Это очень важно, чтобы была система, постоянные стабильные тренировки. Конечно, они все очень устают, то есть у них нету прогулок, гулянок, да, после школы они сразу идут. Для меня, конечно, очень радостно. Для наших старших танцоров, которые успевают, они сейчас дают ЕГЭ, поступают в институт, параллельно они учатся. Полина Иванова занимается уже семь лет. Серебряный призер поделилась с нашей съемочной группой секретами того, как правильно танцевать в паре. Надо иметь общий контакт, чтобы понимать, чтобы было удобно в паре танцевать. Это самое главное. Взрослые танцоры заняли на этом чемпионате четвертое место. Но они не унывают. Для тренировок есть еще целый год, чтобы улучшить свой результат. Все думают, что невозможно это совмещать, а спорт и учеба, они очень взаимосвязаны, потому что у тебя всегда есть время. Ты знаешь свое четкое расписание, когда у тебя тренировка, когда у тебя учеба, когда у тебя репетитор. И нет возможности даже куда-то вот просто... Лишнего времени нет, но это очень помогает везде достигать абсолютно больших побед. Как дружно отмечают абсолютно все воспитанники звездного вальса, побеждать им помогает семейная обстановка, которая царит в их танцевальном клубе. Коллектив такой хороший. Тут всегда есть энергия. Тебя всегда примут, обнимут. Тут уют. Это не как там в других. Это особенный клуб. Здесь, когда создавались. Он любимый. Это самая настоящая семья большая, где все друг друга поддерживают, помогают. Вот вместе развиваемся и идем к своим целям. Следующие соревнования, в которых примут участие видновские танцоры, это кубок звездного вальса. Он пройдет в мае во дворце спорта уже в десятый раз. А летом ребят ждут тренировочные сборы. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Видновской детской школе искусств завершился первый этап Всероссийского открытого конкурса юных органистов. Он – часть программы международного фестиваля «Музыкальное приношение Иоганну Себастьяну Баху», который ежегодно проходит в канун празднования дня рождения именитого музыканта на нескольких площадках Москвы и Подмосковья. С подробностями наш корреспондент Екатерина Борисова. В Видновской детской школе искусств стартовал Всероссийский конкурс юных органистов. 30 молодых дарований со всей России приехали сюда, чтобы бороться за звание лучших. Сейчас выступают самые юные. Всероссийский конкурс органистов проходит в Видновской школе искусств уже в четвертый раз. Мероприятие включено в обширную программу международного фестиваля «Музыкальное приношение Иоганну Себастьяну Баху», который ежегодно организует Российская академия музыки имени Гнесиных. В этом году фестиваль базируется на восьми площадках Москвы и Подмосковья. В Видном одна из них. Этот конкурс вызывает огромный интерес и у жителей нашего Ленинского городского округа. К сожалению, в этом году конкурс проходит в закрытом формате, то есть без зрителей. Участники играют, что называется, лично вживую, а вот зрителей, к сожалению, мы в этом году ожидаем только сопровождающих. Учащиеся детской школы искусств города Видное будут принимать участие наравне с музыкантами из Москвы, города Саратова, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода. Мы просто безумно рады приветствовать у себя в очном формате вот такой детский музыкальный праздник, посвященный органной музыке. В ходе первого этапа конкурса свое мастерство перед строгим, компетентным жюри, среди которых заслуженные артисты России и профессора ведущих музыкальных вузов страны, продемонстрировали самые юные органисты. Лично я буду обращать внимание прежде всего на отношение к исполняемым произведениям, на ощущение стиля, на ощущение содержания музыки. Для меня это самое главное. Восьмилетняя Настя Адучаева вместе с мамой приехала на конкурс из Саратова. Для юной органистки это далеко не первое музыкальное состязание. На многих конкурсах выступала. Ну и как успехи были? Хорошо. Первые места были. А вот для ученицы Видновской Дэши Даши Кислицкой это первый органный конкурс. Впрочем, как пианистка она уже неоднократно становилась призером различных состязаний. Волнуешься? Ну, чуть-чуть. Ну и как ты вообще оцениваешь свою силу? Ну, не знаю, где-то средне. Там очень сильные есть дети. Мне кажется, у меня не будет первое, конечно, место, но может какое-нибудь третье место. 27 марта юных музыкантов ждет второй тур конкурса в стенах Видновской школы искусств. А вот завершится мероприятие 28 марта большим концертом победителей, который пройдет в органном зале Российской Академии Музыки имени Гнесиных. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова